Всем привет, я Элли Дим. Сегодня мы заселились на виллу, которую изначально должны были получить. Сейчас я вам расскажу, почему все-таки нам дали не эту виллу. Мы, можно сказать, только сейчас поняли это. Короче говоря, на этой вилле была тусовка. Тусовка молодых ребят. Когда мы заехали на эту виллу, я сразу увидела вот такое огромное количество алкоголя. И там еще, и там. Тут наполовину что-то выпито, что-то не открыто, короче. И я сразу поняла, что это как бы от них осталось. Мне сразу показалось это странным, потому что если люди, ну и как бы там чего-то выпивали, наверняка, когда они уезжают, ну с собой забирают хотя бы то, что закрыто, а здесь все как-то было вот так. Эта история будет очень показательна в том плане, почему алкоголь реально бесец, какое зло. Короче говоря, здесь была вечеринка молодых людей, люди здесь пили. И когда видно, они напились, короче, они начали прыгать с балкона, и у них что-то пошло не так. Короче, по ходу дела... Ой, блин. Ну, в общем, один из них умер из-за этих прыжков по пьяни с балкона. Давайте я по порядку расскажу, потому что мне... Я просто перед тем, как начать сейчас снимать, мы это сейчас очень долго обсуждали, и я очень пыталась успокоиться, и я опять сейчас начинаю заводиться, но я постараюсь сейчас с самого начала до конца. Вы помните, была вилла, на которой были тараканы. Мы эту виллу оставили и арендовали буквально за час другую виллу, именно эту. То есть мы вот прям зашли на букинг и оплатили виллу, и написали, что мы заезжаем через час, ок, все, тра-та-та. Но деньги у нас почему-то не списались. Мы на это не обратили внимания, потому что мы были заняты другим, мы собирались быстрее бы уехать с тараканей виллы. Когда мы приехали на виллу, мы поняли, что это другая вилла, не эта, другая. Но был уже вечер, и мы были очень уставшие, нам было просто недоразъяснение всех обстоятельств. Потом на следующий день я поняла, что у нас там не работает на той вилле посудомойка. Потом у нас вырубилось электричество, как вы помните, в видео было одно из предыдущих, смотрите. Потом у нас после того, как включилось электричество, перестал работать бассейн. Короче, когда это все произошло, мы встретились с хозяином, мы снимали этот разговор. Он начал нам рассказывать историю, но я, блин, кума, потому что я два года вообще не разговаривала по-английски, потому что мы никуда не ездили. Он это все сказал на камеру. Я поняла для себя то, что просто здесь была пьяная вечеринка, они не успели убрать. Я ни хера не поняла, здесь все жутко напились и начали прыгать с балкона. Короче, кто-то разбился. Он сказал, что это большая история, и здесь была полиция, и потом полиция заблокировала эту виллу для букинга, для того, чтобы ее можно было арендовать. И я сначала, блин, дура такая, реально, вот мы не поняли вот эту ситуацию, что даже если люди напились, даже если кто-то поранился, что-то случилось, ну, не будет приезжать полиция, и уж тем более не будет блокировать эту виллу. Нет, здесь были следственные действия просто все это время, поэтому они не могли выставить эту виллу для букинга. Объявление само по факту висело, потому что они его просто не убрали. Это все происходило за вот эти вот считанные дни. Поэтому, когда мы приехали, нам дали другую виллу. Когда мы приехали сюда, я, ну, как бы поняла, что здесь балкон находится прямо над бассейном. И, короче, эти чуваки реально, блин, настолько, вот-вот настолько они напились, понимаете, настолько напились, что здесь крепкий алкоголь. Ну, много бутылок пустых, я еще одну просто выкинула, здесь была пустая бутылка, я ее выбросила в какого-то вискаря. Вот эти бутылки, это все здесь как бы оставила, ну, уборщица, видно, подумала, что, может быть, мы будем что-то допивать, я не знаю. Здесь была уборщица, но не будет приезжать полиция просто потому, что здесь кто-то, блин, повредился. Да, приедет скорая, там, окажут помощь или, там, я не знаю, друзья отвезут в больницу, там, чувака, потому что он повредился. Их задача определить, как бы, этот чувак, как бы, случайно или, ну, как бы, здесь был криминал, поэтому они приезжают. И поэтому они заблокировали эту виллу, то есть не стали нам ее давать, потому что здесь, блин, были следственные действия. Случайно спрыгнул с балкона, там, попьянили, как, расшибся насмерть или, блин, может, его кто-то здесь грохнул. Осознав вот это, это вот мы вот сегодня осознали, когда сюда заехали, мне, вот у меня чемоданы, вот это вот все. Я просто настолько охренела, что бросила даже распаковку чемоданов, у меня руки трясутся. Осознав это, мне пришла в голову мысль пойти и поискать там, зачем я это сделала, просто следы вот этого всего произошедшего, блин, и я нашла. Короче, пойдемте. Спортаж и спит сейчас, мы следим за ним, все хорошо. Вот, кстати, вот этот бассейн с дельфином. Почему я, блин, пошла вот это вот все посмотреть, проверять? У меня два высших образования. Одно политологическое, другое юридическое. До третьего курса на юридическом я была как бы на общем направлении, потом мы разделились уже по специализациям, и у меня до третьего курса, у меня был курс криминалистики. Практически всегда бывает так, что когда какое-то случается преступление, все равно остаются какие-то следы где-то. Вот, что она унюхала? Вот что она там, блин, унюхала, Джин, она же собака, она все знает. Короче, я пошла искать, я идиотка, наверное, блин, зря я это делала. Но я пошла искать, вот здесь балкон прямо над нами, я чисто логически. Я не знаю, блин, какой-то вот мое такое, ну, трое, какой-то вот этот опыт, который я в универе получила, меня вот, блин, подбил, блин, идиотку, пойти искать здесь эту жесть. Вот балкон, это тот балкон, с которого они прыгали. Это очевидно, что они, блин, идиоты, прыгали в бассейн. Смотрите, здесь решетка. Да, обратила внимание сразу на то, что вот здесь, начиная отсюда, заканчивая вот этим куском, заменена решетка, ну, решетка слива бассейна. Вот здесь даже можно найти стык, который они соединили. Просто человек сюда упал, он разбил эту решетку однозначно. Она, видите, какая белая и толстая, это совсем другой кусок. И, значит, должны быть следы, ну, следы крови. Такая у меня была мысль, что, по идее, они должны были бы быть. И я просто взяла фонарик. Начала вот так вот просто смотреть. Смотрела, смотрела, смотрела. Смотрела, смотрела. И я увидела кровь. Чтобы вам не было так это страшно или противно, давайте как бы, ну, представим, что это кетчуп, так сказать. Я просто здесь ела бургер, блин, с кетчупом, немножко полила и немножко пролила. Вот здесь вот, вот здесь я нашла, короче, остатки кетчупа, вот, которые, скорее всего, просто, ну, основное, наверное, пришлось здесь, там, где выпилили эту сетку. Здесь уже все было разбито, видимо, они это все помыли. Я не знаю, это они слили в бассейн, меняли они потом воду, не меняли. Ну, я не знаю, история об этом умалчивает, как бы. Но какие-то, короче, брызги остались. Я думаю, если сейчас более тщательно поискать, можно еще что-то обнаружить. Старее всего, это тело лежало именно здесь, вот именно где я сейчас стою. Поэтому, я думаю, где-то здесь еще можно постараться что-то найти. Но факт то, что вот это я нашла сразу. Я после этого просто прибежала в дом к Кириллу, и после этого я ничего больше не искала, потому что у меня тряслись ноги, руки и... Ну, короче, смотрите. Видите? Видите? Это просто кетчуп или ржавчина. Это кетчуп или ржавчина, да, что-то типа там. На самом деле... Ты там что-то видишь? Да. Что видишь? Еще кетчуп. Кетчуп здесь, здесь. Вот, да, я тоже вижу, и вон там кетчуп, и вот кетчуп. Короче, я вижу, да, следы кетчупа. Так, а здесь? Вот здесь сгусток видно кетчупа. Он даже... Вопрос у меня один. Если тут произошла такая трагедия, сливали ли они после этого бассейн, и наливали ли они другую воду? Или они просто тупо взяли шланг, это все смыли сюда в бассейн, и типа на этом все. Как бы я не понимаю, то есть, как теперь плавать здесь? Это нормально, ненормально? До какой степени это все здесь было помыто? И другой момент, конечно, другой момент. Это момент, так скажем, моральный какой-то момент, потому что если сюда приезжала полиция, то, скорее всего, человек умер именно здесь, не в больнице, потому что они просто приехали сюда, чтобы здесь задокументировать место происшествия, чтобы не было потом вопросов, как бы его убили, этого человека, или это стечение обстоятельств, и это как бы, ну, просто ЧП такое случилось. Но больше всего, конечно, меня волнует, как мне здесь отдыхать теперь, блин, с ребенком, вот это вот плавать в бассейне. Давайте, ну, вот честно, раз мы начали говорить на все-таки такую серьезную, ну, серьезную тему, то есть это не какие-то там, блин, шуточки, хихоньки как, хахоньки и приспешники в Иран, и сериал, нет. То, что сейчас происходит, это не сериал, это реальные события, которые, ну, это вот абсолютно реально, на сто процентов, безо всякого. Если говорить так, вот честно, говорить серьезно, я, вот, я говорю чисто за себя, я человек верующий, я приверженец определенной религии, а именно православия. Ну да, это так. Я понимаю, я считаю, что, да, блин, 40 дней человек, его душа, точнее, после смерти, она блуждает где-то между этим миром и тем миром загробным, потому что все православные, вот кто православный, они, по идее, верят в то, что существует загробный мир. Я приехала на отдых, чтобы уж точно не думать о таких, блин, вещах, что тут, блин, кто-то окочурился, и, я не знаю, мне кажется, могут это понять только те, кто, ну, как бы, могут понять верующие, могут понять суеверные люди, и просто какие-то, ну, даже если бы я не была верующей, вот просто я была ботисткой, я по своей натуре, по своей, ну, как бы, сути, очень чувствительный такой человек, и я воспринимаю такие вещи, ну, близко к сердцу, ну, скажем так. Я приехала отдыхать сюда, не думать о таких вещах, и этот чувак, хозяин, назовем его так, он не совсем хозяин этой виллы, так, потому что это тоже какой-то посредник. Он так говорил об этих вещах, вот в разговоре, вот в том видео, мы же сами послушаем. А также мне понадобятся чистящие средства, чтобы это сделать, я узнаю завтра. Как будто здесь кто-то разочек поблевал в уголке, и он, типа, рассказывает о том, что, ну, там надо клининг провести, и так далее. То есть, ну, при этом, он не стал даваться подробностей этой истории, он просто сказал, что это была большая история, что там, что была полиция, что... И вы знаете, это, пожалуй, первая вилла, которая с таким огромным количеством оставленных каких-то вещей. Ну, то есть, такое огромное количество алкоголя, ну, блин, люди обычно, ну, забирают, алкоголь не дешевый, там, ну, на такую нормальную сумму алкоголь, люди обычно забирают это с собой, даже если они там выбили, выпили, все это там побухали, ну, забрали бы. Ну, в среднем по 50 долларов каждая бутылка стоит оставленная здесь. Они бросили это, потому что здесь случился трэш, потому что полиция всех разогнала, и они оставили просто, блин, все как есть. Тут потом пришла уборщица, которая здесь что-то попыталась, и вот эта еще лодочка. Я тоже, кстати, заметила, что вот эта лодочка, типа такая там стоит. Я вот еще так подумала прыгнуть из этого балка, с этого балкона таким образом, чтобы прям вот разбить голову себе, но это надо не прыгать, это надо просто вывалиться, я не знаю, ну, просто не прыгнуть, а вот реально как говно свалится оттуда. Скорее всего, они использовали эту лодочку в качестве развлечения, пытались на нее прыгнуть, или кто-то подсунул, ну, типа прыгнуть, и получилась такая фигня, что он просто отпружинил этот человек и ударился головой об борт здесь, этого бассейна. Как вы понимаете, это все последствия просто алкоголя, выжиралого, ненормального. Алкоголь – это вообще огромное зло, потому что люди теряют ощущение границы, где им становится небезопасно. что-то делать, то есть море по колено, что называется. И это вот тема вот реально алкашки, серьезно. Ну, как так можно, а? Блин, одно дело там культурно посидели, там выпили какой-то один бокальчик, там что-то как-то, не знаю, другое дело нажраться до такой степени, что начать прыгать с балкона. И знаете, такая, я вот вспомнила такую ситуацию, когда мы были на яхте с капитаном Костей, я не помню, у кого, у кого-то, кто-то задал вопрос о том, что типа, а давайте типа попрыгаем с верхней палубы, типа в воду, через нижнюю палубу. На что капитан Костей сказал, ну, что, вообще что, идиоты. То есть это не мы были, это был кто-то из гостей, которые были, ну, как бы помимо нас на яхте. И капитан Костей рассказал нам такую историю, что у них однажды была такая ситуация, когда чувак спрыгнул с верхней палубы, хотел прыгнуть на воду, но не долетел, шлепнулся на палубу, а он подскользнулся, вот что, да, он мог бы долететь, но он подскользнулся, потому что мокро там, да. И у него случилась травма, нет, никто не помирал там, но случилась травма. И я вот вспомнила эту историю, что это такая вот, ну, тупка, опять же, людская. Я предлагаю еще что-то поискать здесь. Короче, мы еще обнаружили несколько вещей, я в шоке. Во-первых, мы обнаружили вот эти зонтики пляжные, новые еще с ценниками по вот 10 евро, 11, там, 10,90. Здесь вот тоже, это прям вообще не распакованные зонтики, и вон там еще один. И это к чему? Потому что обычно, когда населяешься, ну, как бы на виллу, да, можно найти какие-то там вещи, которыми ты можешь пользоваться, но они не новые. Как правило, если это зонтик, они бы стояли, ну, было такое уже на основе, были зонтики на других виллах, но они просто стоят зонтики-зонтики, без ценника, без запаковки, упаковки, вот это вот. То есть это новое брошенное просто. Ну, и самое главное, капец, который мы обнаружили, так скажем, обувница, назовем это так, шкаф. Вот здесь, в нижней обувнице, мы обнаружили тапочки, шлепки, мужские, одни, да, больше здесь ничего нет, все остальное пустое, заношенные, бушные. Это не наши шлепки, это не мои, не Кирилловы шлепки, они достаточно большого размера, это шлепки единственного человека, того, кто отсюда ушел без обуви, или его унесли. А я предполагаю, что, ну, вот, это шлепки того чувака, который, короче, что-то там разбил себе голову, я полагаю, что это именно он голову разбил, короче, это его шлепки. Кто будет это забирать? Люди просто после этой всей фигни, после полиции, их, конечно, начали таскать там вот это вот все, каждый все забрал свои шлепки, шмотки, и просто сбежали, оставив, ну, как бы все как есть, потому что у них и так сейчас проблемы, я думаю, вот так, выше крыши. Короче, это его шлепки здесь. В всей этой ситуации очень важно уяснить два момента. Первое, то, что алкашка это зло, алкоголь это просто зло, которое, блин, меняет человека, меняет человека, и он полностью перестает осознавать, что для него в данной ситуации опасно, что безопасно, границы стираются. Тут не было ни одного, блин, трезвого человека, который бы сказал, нет, нельзя прыгать оттуда, вы что, типа, совсем? Ну вот, ну, очевидно, вот сними, Кирилл, сними вот этот балкон, сними бассейн, ну, конечно, эти идиоты занимались, а между прочим, здесь достаточно мелко, вообще нельзя прыгать, на многих виллах, я видела, около бассейна висит, обычно табличка, типа, стоп джампинг, типа, ноу джампинг, перечеркнуто, нельзя прыгать, потому что здесь мелко, прыгать можно там, где глубоко, ну, то есть, можно не только расшибиться о бортик, если ты пьяный в лом, но даже если ты максимально трезвый, можно просто расшибиться одно, я думаю, это как бы понятно всем, что никогда нельзя так делать, ни при каких обстоятельствах, и второе, я больше не буду никогда ничего бронировать на букинге, вот эта поездка на Кипр, она четко мне дала это понять, сейчас из-за коронавируса, там вообще просто дичайшие условия, вообще не существует там ни у кого, я не знаю, как на Кипре точно, кипрские все вот эти объекты размещения, нет бесплатной отмены бронирования, это означает, что ты платишь деньги, а уже что там случилось после этого, передумал ты, я не знаю, там заболел коронавирусом, случилось что-то на Виле, еще что-то, тебе не вернут эти деньги, чтобы вы понимали, мы с таким боем после тараканов, нам вернули деньги за дни, которые мы там не жили, но с нас взяли деньги за тот день, когда я там убирала и убивала этих тараканов, когда я сидела, ревела, пыталась, блин, уехать с этой вилы, что-то сделать, они с нас взяли эти 16 тысяч рублей за эти сутки, понимаете, и точно так же, мы арендовали следующую виллу по фотографиям у вилы с бассейном с дельфином, нас привезли на другую вилу и такие типа, опаньки, а вот там вот это, ни слова нам не сказали, и пока не сломалась посудомойка и бассейн, и электричество не вырубилось, и мы не поговорили из-за этого с хозяином, нам не дали эту вилу, то, и это мы сами, можно сказать, уже догадались, мы переслушали весь этот диалог, и как бы я понимаю, что он не стал мне рассказывать историю полностью, и это не повод для возврата денег в данной ситуации, типа, блин, ну вы же получили то, что вы хотели, вы же подписывались на такую фигню, что бесплатно отмена бронирования не существует сейчас, то есть там как, тебе, значит, заходишь на сайт, хочешь что-то забронировать, тебе пишут, вы ничего не платите, нажимая кнопку «Я бронирую», все окей, нажимаешь кнопку «Я бронирую», а он тебе потом выдает, все, бесплатно отмена бронирования нет, поздравляем, вы забронировали, поэтому, если каким-то образом планировать свой отпуск, нужно это делать таким образом, чтобы был вот максимально какой-то конкретный хозяин-человек, то есть вот как, например, яхта у капитана Кости, то есть вы знаете этого человека, вы его потом попросите, если что, вернуть деньги, если у вас что-то не получилось с поездкой, или поменять даты, или еще что-то, попросить скидку, потому что, извините, там что-то вас не устроило, или как-то, но с букингом такой фигни нет, они типа все, умыли руки, ты нажал кнопку «Я бронирую», денежки списались, и дальше как бы все, как хочешь, я больше такой фигней заниматься не буду, я больше не буду, там ничего бронировать, это просто, ну, просто дичь какая-то, мне сейчас еще идти и спать на этой вилле, понимаете, а завтра пытаться еще купаться в этом бассейне, потому что здесь такая жара сейчас на Кипре, что в принципе, я не понимаю, как можно взять виллу, допустим, без бассейна, или взять с бассейном и не купаться, мы на той вилле не купались, потому что она там перестала, блин, работать фильтр, просто неприятно, страшно, и немножко чувствуешь себя лохом, что тебя постоянно отфутболивают и постоянно, блин, ну, как обманывают, где-то не договорили, как, блин, в том челе, ну, как в том приколе, типа, в ТикТоке, мы не обманывали, мы не договаривали, вот, типа, кто знает, кто знает, тот поймет этот прикол, вот, типа, не договорить, завуалировать, вот эту, рассказать историю, что, ну, там, вот, уборщица не успела убрать, да, конечно, она не успела убрать, если здесь был трешак полнейший, если здесь, блин, копы ходили, которые всех выперли отсюда, и пока они здесь сутки-двое не отработали свое, никого, естественно, никого сюда не пускали, только потом, сегодня сюда пришла уборщица, все убрала, и сегодня мы сюда и заехали, то есть она убрала с 8 утра до 11, нам сказали, что с 11 можно заехать, мы сюда заехали в час, и когда вы посмотрите хаус-тур по этой вилле, вы поймете, что это совсем другого уровня вилла, это нам дали предыдущую виллу, вообще абсолютно какую-то эконом, экономич, это совсем другая, они не дали нам лучше виллу, потому что здесь случился песец, они дали нам самую хреновую, у которой вырубилось электричество, везде просто в доме, неработающая посудомойка, и сломался бассейн, ну то есть они дали тот вариант, который у них был вообще там просто, вообще запасной-запасной, для ремонта, он нам так сказал, что он должен был запустить туда ремонтников, отремонтировать электричество, но они оказались в отпуске, понимаете, то есть как бы не занимались этим вопросом, еще пока не приняла решение, буду ли я купаться в этом бассейне, я правда не знаю, я сегодня просто как бы пересплю с этой мыслью, посплю, проснусь и дальше посмотрим, но скорее всего эта жара лютая, которая сейчас на Кипре, она просто выгонит меня в этот бассейн, иначе тут можно будет просто помереть от жары, следите за продолжением наших самых, блин, безумных приключений, которые когда-либо у нас были, подписывайтесь на канал, увидимся в новых роликах, пока!